Курс доллара превысил отметку в 79 рублей. Есть ли положительные прогнозы развития ситуации? Ученого совета Казанского федерального университета. Научная конференция философов в Казанском университете. Всем привет в эфире «Универнию» со студией Надежды Мещерякова. Стали известны особенности приема в Казанский федеральный университет в 2022 году. КФУ планирует принять 13 589 человек. Примерно половина от этого числа выделена под бюджетные места. Еще один важный аспект приемной кампании – это публикация приказов о зачислении. В этом году они будут опубликованы на неделю раньше. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета КФУ. Все подробности далее. До начала заседания состоялась торжественная церемония вручения особой отличившейся сотрудникам университета. Награды федерального и регионального значения получили 10 человек. Далее совет открыл заместитель председателя ученого совета в Рио ректора Дмитрий Таюрский. Члены совета рассмотрели 4 основных вопроса повестки дня, а также ряд вопросов из традиционного блока разное. Порядок без своих ученых степеней мы будем с вами пересматривать, поскольку хотелось бы иметь более широкое обсуждение той или иной диссертационной работы в общественности. Я имею в виду в публикационном поле с тем, чтобы наши решения были взвешенными и не могли служить поводом для каких-либо упреков. Первым вопросом к рассмотрению было дело о представлении к присвоению ученых званий доцента по научной специальности. Были рассмотрены две кандидатуры. Вторым и третьим вопросом стали включения в состав авторского коллектива на сыскание двух премий в области науки и техники, правительства Российской Федерации 2022 года и Государственной премии Республики Татарстан 2022 года. Четвертым вопросом была затронута тема выдачи дипломов доктора и кандидата наук в Казанском федеральном университете. В декабре 2021 года было издано распоряжение о рекомендуемых организациях, которые могут выступать в качестве ведущих организаций, которая, кстати, очень четко коррелирует со списком, который был представлен в ВАГ по ранжированию университетов и научных организаций по соответствующим категориям. Поэтому я прошу, начиная с января месяца, четко придерживаться этого списка при выборе ведущих организаций. В Академической комиссии ученого совета был сделан акцент на то, чтобы в будущем нести изменения в порядок присуждений ученых степеней в университете в части требования к наличию у соискателя публикаций в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных WebOpScience и Scopus. В блоке разные рассматривались вопросы структурных изменений в институтах КФУ, в частности, в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций Елабужском институте. В завершении рабочей встречи в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» было рассмотрено предложение по созданию научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательных центров и проектов. Елизавета Никитина, Александр Куднецов, Универньюз. Заведующее отделением униклиники Казанского федерального университета удостоено звание «Заслуженный врач РТ». Врач-терапевт Ильтияр Шафигулина получил награду из рук президента Татарстана Рустама Мениханова. Курс доллара превысил отметку в 79 рублей на фоне новых угроз США ввести новые ограничения в отношении России. США заявили, что готовят введение санкций в сферах экспорта и финансов. Каковы основные причины этого и к чему готовятся россиянам? Узнаем далее. На фоне геополитической напряженности курс доллара вырос до максимального значения с начала 2022 года. Во время торгов 25 января стоимость американской валюты превысила отметку в 79 рублей, прибавив 0,4%. Последний раз доллар стоил 79 рублей в октябре-ноябре 2020 года. Тогда рост был обусловлен факторами, связанными с пандемией. Таким образом, данный курс совершенно не нов для России. В этот раз причина только одна – это геополитическое противостояние и вероятность введения новых санкций против российской экономики, против российских банков, против российских компаний, что, безусловно, создает вот такую нервозную атмосферу на рынках и способствует снижению курса рубля по отношению к доллару, евро и другим валютам. Также были случаи, когда доллар поднимался и выше. К примеру, в марте 2020 года отметка была больше 80. А весной 2016 года доллар стоил практически 85 рублей. По словам Игоря Коха, по мере разрешения ситуации международной политики, курс вернется к более привычным значениям. Как пишет источник Роутерс, рост доллара связан с противостоянием России и Запада из-за ситуации на Украине. Также рост идет в ожидании итогов заседания Федрезерва, где должны принять решение о дальнейшей денежно-кредитной политике. Любое обострение международной обстановки, оно так или иначе сказывается на международной экономике. А валютные колебания – это, безусловно, один из элементов международной экономической ситуации. Поэтому вполне логично, что вот те проблемы, которые сейчас возникли вокруг переговоров России и Соединенных Штатов, вокруг блока НАТО, его расширения и, в частности, вокруг украинской тематики, все это вот создает очаг напряженности международной, который, естественно, влияет на курс основных международных валют. По словам Романа Пеньковцева, речь идет не только о колебаниях на российском валютном рынке. Нестабильность коснулась и американских рынков. Как только нарушается стабильная международная ситуация, нарушается также международная экономическая ситуация. Ситуацию сегодня на международной арене можно охарактеризовать как стадию глубокого оптимизма. Потому что, на самом деле, никакого серьезного оптимизма и надежды на какое-то резкое улучшение, резкий прогресс в политической международной ситуации сейчас наблюдать не приходится. Потому что переговоры, которые ведутся между Россией и США, они очень ведутся вяло. Тем не менее, нельзя сказать, что курс доллара взлетел. Речь идет всего лишь о 5-7%. Даже в отношении импортных продуктов 5% роста курса влияния на стоимость продуктов. Это максимум 2-3%. То есть, это не произведет никакого влияния на товары российского производства. Доцент кафедры общей физики Казанского федерального университета получила грант фонда Владимира Потанина. Ирина Романова вошла в число победителей конкурса «Академический десант». В Казанском федеральном университете проходит итоговая научная конференция. В ней приняли участие сотрудники Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Традиционно после зимней сессии в Казанском федеральном университете проводятся итоговые отчетные конференции, где сотрудники различных кафедр представляют свои научные работы и подводят итоги работы за полгода. Сезон научных итоговых конференций стартовал в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Во втором учебном корпусе КФУ состоялся семинар, организованный сотрудниками кафедры социальной и общей философии. В рамках вот этой большой конференции теоретический семинар. У нас сегодня всего два доклада, но они очень интересны, потому что они сделаны по статьям, которые наши преподаватели опубликовали в журнале «Философия и эпистемология науки». Доклады с секции были посвящены такой теме, как «Научная добродетель». В качестве спикера на конференции выступил заведующий кафедрой социальной философии Артур Каримов. Человек, который занимается наукой, он должен обладать такими интересными качествами, как, допустим, научное смирение, научная скромность, научная честность и так далее. Итоговые научные конференции продолжатся как в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций, так и в других институтах Казанского федерального университета. За новостями с научной конференции вы можете следить на нашем телеканале. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok